Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам, почему российская армия так быстро бегает. Наверное, вы знаете, что за два дня российская армия убежала аж на 50 километров от украинской армии, в то время как, например, брали село Пески, которое размером 2 на 1 километр, и шесть раз докладывали за 1 август о том, что они взяли это село Пески под Донецком, Пески точнее. И, как оказалось, еще даже и не взяли это село, но, тем не менее, уже шесть раз докладывали. Сам Шойгу докладывал Путину о том, что он взял село Пески размером 2 на 1 километр. И тут за пару дней российская армия потеряла 700 квадратных километров. территории и убежала на 50 километров минимум и, судя по тому, что мы знаем, продолжает успешно бежать. Откуда же такая тактика российской армии, которая не может иначе называться, как изматывание противника бегом? Вот откуда это изматывание? От трусливости или от чего-то еще, от какой-то мотивации, чего-то им мало или чего-то им много? Вот сейчас я очень четко об этом все расскажу с точки зрения, как всегда, как рассказывают историки, с точки зрения истории. Таким образом, сегодня, в день освобождения славного казацкого местечка Балаклия, бывшего полкового даже местечка, украинского, казацкого, слободского, В этот день я вам расскажу, почему русские так быстро бегают. Они могут в спринте соревноваться даже с кенийцами. Таким образом, ну, конечно же, мы знаем, что из Киевщины они тоже убежали, месяц творили все, что угодно, захватывали, убивали и так далее. Потом исчезли и даже побросали за собой стиральные машины и так далее. И вся дорога на Чернобыль была усеяна стиральными машинами, потому что почему-то русские очень любят стиральные машины. И точно так же происходит сейчас на слабожанщине, на украинской слабожанщине. Убегают российские войска очень быстро. Захватывали территорию, ну, такую, как они потеряли за два дня. Все лето захватывали эту территорию, но не только эту, а в других местах. Захватили тысячу километров квадратных за все лето и за два дня потеряли 700. И, конечно же, в чем причина, что эта вторая армия мира так успешно и так быстро бегает? Ну, я буду говорить, как всегда, с точки зрения истории, потому что история в действительности очень много объясняет. Много и в мотивациях, и в каких-то национальной психологии, и в организации вооруженных сил, в том числе, в каких-то стереотипах. Поэтому это все важно. Таким образом, бегство, как изматывание врага бегом, как метод такой. Ну, следует сказать, что впервые, когда московиты, москвичи даже еще, были упомянуты в истории, это 1238 год. И они упомянуты именно в связи с паническим бегством от монголо-татар. Было написано в летописи, что москвичи побегоша, ничего же не видевши. И какой-то российский, точнее москвитский еще цензор, который патриотический цензор, он вот это побегоша вытер в одной летописи, но в другой оно осталось. И хотел заменить побегоша, ничего не видевши, на ничего не видевши. То есть, что москвичи ничего не видели. Множество таких историй, битв, огроменное количество, их, конечно, о них не расскажут в российской истории, в российских школах, но они были. Они были как факт. И это очень легко проверить. Везде там российские войска или московитские очень хорошо любили побегать. Ну вот, например, первое столкновение предков украинцев с предками россиян, такое военное на нашей территории, это 1173 год, знаменитая битва под Выжгородом. И все залесье собралось, 50 тысяч войска, услышало, что на подмогу к Иянам идет войско западенцев, лудского князя. И все через Днепр ломанулось зимой уже в декабре месяце, потопилось и бежало до самого Залесия, кто остался жив. То есть, уже тогда было побегоша, так сказать. Ну, 1238 год, это битва на Сити с монголо-татарами, опять-таки. Залесский князь Юрий Всеволодович бежал. Ну, как говорили, ехал собирать войска на битву с монголами. Но если вы посмотрите, где река Сити и где монголы, вы поймете, что он просто от них убегал в лесах, пытался от них затеряться. Кстати, оставил город, оставил родственников. Ну, это отдельная тема, почему Московия легла под монголо-татар. Это очень интересная, кстати говоря, тема. Дмитрий Донской, святой российский, которого святым сделали, он тоже очень любил бегать. Он просто неимоверно бегать. Кстати, его такое произведение, как Задонщина, называют «Вождем Залесской Орды». То есть, одна орда была против другой орды. Вот Дмитрий Донской был вождь Залесской Орды. И вот это в битве на Куликовом поле, очень знаменитой битве, этот Дмитрий Донской убежал недалеко, правда? Он убежал под березу и пролежал там всю битву. А свои доспехи отдал литовскому боярину, которого в результате убили из-за этих доспехов татары. Сам пролежал под березой. А всю битву выиграл украинский боярин Боброк Волынский. Кто знает, где Волынь и что такое Боброк? Те знают, что в действительности Московию в то время спас украинский западенец из Волыни. В другой год, через два года, вот этот же Дмитрий Донской убежал от хана Тахтамыша. Через два годика, 1382 год, оставил вместо себя литовского, опять-таки, князя. Он там защищал ту Москву безнадежно от татар. А сам ускакал. Тоже, наверное, собирать войска. А Иван Грозный, этот кумир, так сказать, миллионов россиян, который их миллионы загробил, он тоже очень любил бегать, особенно от татар, но также и от поляков. Но от татар особенно. То в Ростов, то в Новгород, то куда угодно, когда ему татары сожгли Москву. Это как раз было 450 лет недавно. Очень любил бегать. Аж в Англию собирался убежать. К английской королеве специально сватался. Другой отец Ивана Грозного тоже очень любил бегать от татар, опять-таки, от крымских. И один раз даже убежал в сток сена и пролежал там все время. И выписал такую грамоту о вечном, о том, что Московия вечный данник Крыма. И обязуется уже выплачивать. Кстати, дань за 300 лет так и не выплачена до сих пор. Очень любил бегать, кстати говоря, Петр Первый. Очень. Питер Первый, так сказать, любил очень бегать. Вот, например, после разгрома под Нарвой от шведов он прибежал в корпус украинских казаков аж в Новгород. То есть из Нарвы скакал на каких-то конях аж в Новгород. Ну и вот эта тактика изматывания противника бегом продолжалась и во время Наполеона. Войн, как известно, когда Кутузов сказал, что, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. И таки сжег, отступал, 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 сжег Москву. Как говорится, метод хороший, но цель так себе. Ну, как убегали от немцев в 1917 году во время Первой мировой войны, это вообще известно всем, кроме россиян. Когда вся армия во время летнего наступления, Керенского так называемая, вся армия российская просто развалилась. И был такой Лазарь Корнилов, российский военачальник из Калмойкова или из каких-то Бурятов, где-то оттуда. По-моему, из Калмойкова. И он создал в то время украинские военные части, чтобы сдерживать это бегство россиян. Ну, российских военных частей. То есть он санкционировал создание национальных военных частей. Кстати говоря, сейчас кадыровцы используются в качестве заградотрядов. Очень часто на этой войне масса известий о том, что они расстреливают реально русских, русских бегущих. Есть даже видео, я его прицеплю, это видео первым или вторым каким-то комментариям, о том, как наши солдаты находят сожженные останки российских военных. Непонятно зачем русские военные сжигают своих собственных, останки своих военных. Я думаю, что это скорее всего расстрелянные там или по криминалу, или по... Или, собственно говоря, те, кто хотел убежать. Их там замучили, расстреляли. Это вполне возможно. Ну, то есть такие факты есть, и вы посмотрите на это видео. Когда-то даже украинцы один раз вот эту роль похабную заградотрядов использовали, ну, то есть применяли. Это было, когда московиты впервые выиграли у шведов в 1707 году в битве под Лесным. Первая битва, выигранная вообще московитами у шведов. И казакам тогда царь попросил рубить всех московито-отступающих. Ну, собственно говоря, чем сейчас кадыровцы и занимаются. Ну, 41-й год это все, конечно же, известно. Когда армия просто развалилась, которая была намного численнее, чем немецкая. Где-то раза в три или в четыре. Больше танков, больше всего. И тем не менее отступали аж до Москвы. Ну, чем это закончилось и какая роль в этом ленд-лиза. Это отдельный, совершенно отдельный разговор, потому что ленд-лиз сегодня в наше время на стороне Украины. Таким образом, бегства вот эти были через огроменные российские территории. Почему эти бегства происходили из Европы и так далее? И как они происходили? Вот я процитирую несколько очень общеизвестных, как всегда, источников. Надежных источников, верифицированных, очень авторитетных у историков. Потому что они написаны у людьми умными и соображающими послами. Вот, например, Сигизмунд Горберштейн, посол Священной Римской империи в Москве 1517-1526 года, записки о московитских делах. Как он описывал московитов и их способ войны. При первом столкновении московиты нападают на врага весьма храбро, но долго не выдерживают, словно придерживаясь правила «бегите или побежим мы». Города они редко берут штурмами после сильного нажима. Они скорее принуждают людей к сдаче продолжительной осадой, голодом или изменой. Точно так, как они взяли Херсон изменой или продолжительной осадой, как Мариуполь. «В боях московиты никогда не использовали пехоты и орудий, потому что все, что они делают, нападают на врага, преследуют его или бегут от него, они делают внезапно и быстро». Это писал полтысячи лет назад немецкий посол Сигизмунд Горберштейн. «Московит, пускающийся на утек, не думает уже ни о каком другом спасении, а только о бегстве, как сейчас под Купенском и Балаклеей. Пойманный врагом, он и не защищается, и не просит пощады. Татарин же сброшенный с коня, потеряв всякое оружие, даже тяжело раненый, как правило, отбивается руками, ногами, зубами вообще пока и как может до последнего вздоха». А московиты сразу потухают в плену. Ну, собственно говоря, это тоже сейчас очень много видео. «Бесчисленным количеством разноображного оружия, я продолжаю цитировать, московиты скорее доставляют себе хлопоты, чем вооружаются. Иностранцы же вступают в бой, полагаясь больше на ловкость, чем на оружие. Иностранцы, прежде всего, опасаются вступать в рукопашный бой с московитами, потому что знают, что московиты очень сильны руками и вообще телом. Иностранцы обычно побеждают московитов, истощив их и под конец только своим искусством и ловкостью. Готовясь к бою, московиты возлагают большие надежды на численности, на то, насколько большим войском они нападут на врага, а не на силы воинов и хорошее построение войска. Они лучше бьются в далеком бою, то есть в артиллерийском, то, что мы видели, артиллерии обстреливали, чем в ближнем, а потому пытаются обойти врага и напасть на него с тыла. Московиты пытаются захватить врасплох врага и обманом завладеть его городами, не решаясь сразиться с ним в открытом бою или взять город нападением. Да и всеми своими подвигами они обязаны быстрому набегу, случайности и предательству. Полагаются больше на свои преимущества в количестве, чем на храбрость и хорошее правильное военное устройство. Во время битвы московиты бьют в барабаны, трубят, играют на дудках и других длинных инструментах, сделанных из сосновой коры. У них получается странная мелодия, заставляющая дрожать того, кто не слышал ее раньше, и раздирает ему уши. Я так думаю, что это все о российской пропаганде, тогда и сейчас. То есть вот эти все сосновые трубы теперь превратились в телевизоры. Вот как писал, например, о московитах и их способе войны Петр Петрей из Элизунда, шведский посланник в Москве, реляция, 1608 год и московитская хроника, 1615. Когда москвитяне ссорятся и враждуются своими соседями и не могут договориться и помириться с ними, а хотят сражаться и воевать, они ведут себя совсем не так, как принято у других славных властителей. Они не желают известить или объявить в письме или вестнике о своем желании вести войну, а прежде чем их враги успеют и глянуться и принять меры, они врываются в их землю с несколькими тысячами людей, разоряют, опустошают ее мечом и огнем. Это то, что у нас. То есть никакого объявления войны. Подло Киев бомбили в 4 утра, нам объявили, что началась даже не война, а какая-то специальная операция. Хотя бомбили, как во время войны. Вот дальше пишет Петр Петрай из Элизунда. Пока враги это заметят и уже успеют подготовиться, московиты уже разорят землю на несколько миль и вернутся домой. Увидев врага издалека, они поднимают сильный крики вой, будто делают важное для них дело, потому что думают так заставить врага убегать, запугать его и проглотить живьем. Потому что от природы они не так уже храбры и бесстрашны, потому и пытаются сбить и одолеть врага своим страшным криком и стремительным нападением. Если же это не удается или окажется бесполезным, а враг идет им навстречу и наступает на горло, тогда храбрость у московитов проходит. Разве когда войска у них слишком много и они полностью уверены в победе, тогда нападают на врага с бешенством, как безумные. Проиграв битву и спасаясь бегством, уцелевшие московиты едут в разные стороны, охают и плачут, бросают оружие и все, что только имеют в собой. Хлопают кнутом своих лошадей так усердно и жестоко, что те с трудом бегут и падают мертвые. Они никогда не оглядываются назад, чтобы отступить и занять место для повторного боя с врагом, а думают только как бы взять руки в ноги и спасаться бегством. Это то, что мы сейчас видим. То есть сразу же фронт обрушается и все, эти все доминошки падают. Дальше цитирую. Когда видят, что им не спастись и не спрятаться в таком быстром бегстве, а нужно показаться врагу, быть убитыми или пленными, плененными, русские бросаются прямо с коня, припадают лицом к земле и со слезами на глазах у них же напросят прощады. Другие народы после поражения отступают, снова занимают место и пытаются другой раз отомстить врагу, разбить его и снискать славу. Но не москвиты. Хотя москвитяне и не слишком храбры и бесстрашны в бою, чтобы сделать что-нибудь чрезвычайное, однако они дерзкие, хитрые, отважные, если их осаждают в лагере, укреплении или в Кремле. Сначала попробуют все средства, чем покажутся на милость врагу, потому что защищаются и опираются длинными баграмерами и так далее, и так далее. Всем, что только придет в голову. Зато и сами россияне отнюдь не искусны и не способны подниматься на какую-то крепость или стену, потому что они настолько трусливы, что никто из них не хочет подходить к стенам первым, а всякий пытается быть последним. Вообще, всеми своими подвигами они обязаны многочисленности войска, загораживают и занимают все выходы, осажденными заставляют их сдаться. Впрочем, осажденные знают их обычаи, что они много обещают, а мало делают и не дают никому пощады. Поэтому осажденные выбирают терпеть наибольшее затруднение и опасность или погибнуть в бою, чем показаться москвитам в руки. Все войско, находящееся в распоряжении великого князя в военное время, конное, даже дворяне, то есть мобильное. Всадниками являются простые воины, стрелки и другие, которым доверено огнестрельное оружие, пешком никто не ходит. То есть мобильность от татар. И, как мы знаем, артиллерия, пехота появляется только в начале XVI века в Москве, то есть 500 лет назад. Дальше. Тоже XVI век. Называется анонимная книга о битвах Батория с москвитом, 1584 год. Ни на что московский князь не полагается так сильно, как на крепости. Поэтому большинство из них расположено в самых удобных местах между извилинами реки и озер. Гарнизоном, военными запасами, провизией они обеспечены более тщательно, чем любой другой народ. Видимо, они усвоили такой способ войны с тех пор, когда еще из-за малозначительности своей не имели возможности бороться открытой силой с более могущественными соседями. И потому искали защиты в основном в свойствах местности. Захватывая удобные места, они понемногу усиливались, а затем удержали этот способ действий невольно. Ведь видели, что в любой битве с соседями, особенно с поляками, московские воины оставались проигравшими. Ну, это понятно дело. Кто знает результаты московско-польских войн до освободительной войны украинского народа, те, наверное, понимают, что все эти войны были проиграны московитами. Итак, московиты из одного только опыта поняли, что нельзя слишком рассчитывать на свою храбрость в битве. Пишу, писал. Это у нас был Петер Петрей, по-моему, из Элизон. А не, анонимная книга о битвах Батурия с московитом. Дальше. Исаак Масса, голландский купец и посланник. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смуты в Москве, случившихся до 1610 года. Московиты не умеют вести другую войну, кроме как наугад, либо с многолюдным войском, либо против необученных порядка татар. А вот очень интересное сообщение. Жак Маржерет. Состояние российского государства и великого княжества московского. 1607 год. О Москве. И почему очень интересно? Потому что он возглавлял отряд наемников. Это Жак Маржерет. То есть он суперкомпетентный. Он рассказывал и о осаде в Москве, иностранного гарнизона и вообще обо всем там строении московик. Шикарное просто произведение. И вот что он пишет. В конечном счете сотня татар всегда заставит бежать 200 россиян, если только эти россияне не будут самые лучшие воины из московитов. Если случится, что отряд в 15 или 20 тысяч всадников московитов начнет преследовать татар, то до расстояния пушечного выстрела не доедет вместе и 3-4 тысячи московитов. А остальные будут скорее похожи на привидениях, на ослах, чем на людей, на лошадях. То есть плохое качество войска. Очень многочисленное московское войско, но плохое его качество. Таким образом татары уходят, никогда не неся больших потерь, если только ожидая их возвращения не перекроют проход через какой-нибудь лес или реку. Но это случается не часто. А вот уже более поздний, это уже почти 18-й, конец 17-го. Иоанн Иоганн Георг Корп, австрийский дипломат. Дневник путешествия в Москву 1698-1999 года. Московиты умеют придумывать повести о своих триумфах и поражениях врагов. Москвитяне в своих мыслях столь великие воины, насколько они одарены творческим воображением. Можно цитировать в действительности очень долго. Много этих наблюдений были десятки. Я только, ну, как бы, наиболее такие яркие в этом смысле показал. Но вот одно произведение объясняет, откуда это все. Почему российские военные любят так бежать быстро и стремительно. Ну и с набегами. И улепетывать, так сказать, или драпать. Почему же вот драпали так много? И почему сейчас драпают? Вот как пишал об этом Жан-Шапп Дотрош. Французский астроном и путешественник. Путешествие в Сибирь по приказу короля 1761 года. И это очень интересное произведение. Оно никогда в России не было издано. Наверное, переведено для властей, но не издано. А я его перевел и даже частично издал отрывки. И вот что пишет этот Жан-Шапп Дотрош. Марш русской армии настолько беспорядочен, что скорее напоминает эмиграцию людей из одной страны в другую. Русские мало ознакомлены с высылкой отрядов вперед, с движением войск, использованием шпионов и так далее. Но с шпионами гражданскими и военными сейчас, конечно, в России все очень было хорошо когда-то. Потому что было огромное количество шпионов в Европе и у нас. Но, как оказалось, наступление на Балаклею россияне проразевали. Разведка настолько совершенны и военно-космические силы, что со своей космической высоты они не разглядели наступление возле российских границ прямо на какую-то там Балаклею. Дальше цитирую Жан-Шапп Дотрош. Офицеры не имеют никакого представления о формировании запасов и распределении провизий. Поэтому часто случается, что московистские солдаты плохо накормлены. Ну, собственно говоря, голодранцы до сих пор. Все это приводит к тому, что сложившиеся крупные подразделения войск нелегко вынудить двигаться. Эти факты подтверждали в разговорах со мной все офицеры и все иностранцы на российской службе. Российским солдатам, вынужденным служить, двигают не какие-то принципы чести или смелости, а только водка, страх наказаний и желание жить, что иногда вдохновляет его определенной храбростью. Если русские, дальше я цитирую, если русские видят легкий путь отступления, они не думают ни о чем другом, как о бегстве. Однако, если их прижмут и заставят защищать свою жизнь, они становятся грозным войском. Россиянин никогда не дерется за честь, только за жизнь. Пехота лучшая часть московицкого войска, которую они имеют. Большинство ее хорошо дисциплинировано. Пехота не годится для атак, однако защищается довольно хорошо, даже без укреплений. Она очень грозная, особенно когда некуда бежать. То есть, россиянин никогда не дерется за честь, а только за жизнь. Что это значит? Это значит, что российское войско, если идет вперед, оно идет грабить, и оно идет быстро. И если оно убегает, оно спасает собственную жизнь и, соответственно, тоже делает это очень быстро. То есть, остановить вот такие движения российского войска могут только заградотряды. Они сейчас пытаются это все сделать. Они пытаются сделать для россиян отступление более страшным, чем наступление наших войск. Но тогда эти россияне несчастные попадают в клещи между своими этими расстрельными командами, кадыровцами и так далее, между нашими войсками и просто сдаются. Почему сдаются? Потому что сейчас и происходит достаточно массово. Потому что в украинском плену им больше достоинства они получают, чем в российской армии. Это реально и меньшее унижение, чем в российской армии. Поэтому, собственно говоря, если люди мотивированы исключительно страхом, исключительно жаждой наживы и так далее, они все делают быстро. Они или быстро грабят, или быстро сматываются. Вот что происходит с российским войском. Почему оно так быстро бегает? Почему оно теряет все эти километры, о которых Шойгу 6 раз умудрился сказать, что он захватил село размером 2 на 1 километр в Донецкой области? А сейчас, наверное, о чем он докладывает 6 раз? Вот такая вот история. Она помогает нам понять глубинную мотивацию. Мотивация такова, что если люди мотивированы такими вещами, ну, скажем так, низшего порядка, то есть они не защищают свою родину, эти российские военные, они, даже несмотря на всю пропаганду, которую им вешают на уши и так далее, то есть у них мотивация такая, простая очень. Пограбить, помародерить, украсть стиральную машину и вернуться живым после этого всего мародерения. Естественно, что это все происходит достаточно быстро. Поэтому удивления никакого ни у меня, ни у всех, кто вообще немножко знает историю, вот эта вся процедура бегства россиян не несет и не дает. Поэтому, друзья, для того, чтобы россияне бегали еще быстрее, необходимо поддерживать наших украинских солдат, я дам ссылочку, кто хочет сделать доброе дело для своей души и для победы всего прогрессивного человечества, можете делать эти переводы. Будьте здоровы, слава Богу и слава Украине. И всех балаклейцев, жителей окрестностей, уже более 20 населенных пунктов, поздравляю с освобождением от российско-фашистских захватчиков. Ура!